Всем привет! Сегодня у нас будет подписчица история моей. Давайте я зачитаю. Классическая, на мой взгляд, история отношения с турком. Но давайте какой-то урок из этого вынесем. Собственно, само письмо. Мне очень интересно ваше мнение в сложившейся ситуации. Год назад в интернете познакомилась с турком. Он привлек меня тем, что не был слащавым, слишком ухоженным, а выглядел как нормальный парень, еще и похожий не на турка, а на татарина или казаха. Общение завязалось быстро, буквально через месяц небольшим. Он купил мне билет в Стамбул на знакомство. Он был очень внимательным, заинтересованным и говорил, что у него на меня большие планы, я его мечта. Но всегда мечтала о русской девушке. С гордостью таскал меня к друзьям и всем показывал, что у него красавица. Познакомил с родителями, они подарили мне подарки, также часто ужинали вместе с родителем, даже когда к его родителям приходили гости. В апреле я приехала снова. Тогда мы даже оставались в доме его родителей, ночевали. Мама подарила мне украшения, сняв себя и отдав мне хотят. Перед отъездом с ней был конфликт. Все лето я жила там, он снимал для нас квартиру, и я вела жизнь стандартной турецкой жены, дожидаясь его с работы. Планировала, что после Нового года приеду туда насовсем. А когда осенью уехала домой, он охладел. Стали мало общаться, он совсем стал другим. Встретиться он предложил в Москве, только на Новый год. Мы встретились. Это был не он. Жадный, нервный, холодный. А потом я узнала, что у него уже два месяца, как есть новая подруга, которая думала, что в Москву он едет один, просто как турист. Я с ней поговорила. Она была в шоке, но пыталась его оправдывать. Она турчанка старше его. Он меня везде заблокировал. У меня не укладывается в голове. Ведь все говорят, что если турок знакомит с родителями, если они дарят подарки, позволяют оставаться в их доме, то ты уже почти невеста. Но такой резкий разрыв, ложь, блокировка. И как думаете, может ли турчанка простить такую ложь? Или она может простить, но потом припоминать ему? Можете ли вы как-то объяснить эту ситуацию глазами с турецкой стороны? Спасибо. Я спросила, какой конфликт был с мамой. Объяснение. Очень глупый на самом деле. Мы забыли пластиковый контейнер, который она давала в съемной квартире, сдав хозяину ключи. Она кричала, что ему ничего нельзя доверить, даже пластиковый контейнер. Орала на всех, на меня. Тоже, что я не проконтролировала его. И впервые он заплакал, когда она кричала. А наутро я улетела домой. Папа за нее потом очень извинялся. Дело было наверняка не в контейнере. Еще я спросила, чем вы занимались, когда вы познакомились. Девушка преподавала восточные танцы, выступала. Но он настоял, чтобы я ушла из танцев. Долго не работала. И в Стамбуле проходила разные онлайн-курсы. Обучение читала книги, приводила в порядок квартиры. В общем, ничем старалась его не разочаровывать. А потом вот такое произошло. Не надо посудить вообще по людям. Вот это огромный, блин, стереотипы, которые у меня вот здесь сидят. Я даже свой канал начала с этого снимать. Развенчивать не стереотипов о Турции. Вот это огромный стереотип. Быстро он тянет отношения, знакомится или долго. Он с родителями знакомит или навстречу. Быстро он там предлагает какой-то интинг, к нему склоняет. Или он очень долго тянет. Это показатель. Вот это меня вообще поражает в комментариях. Такие есть индивиды, которые считают, что надо управлять мужчиной вот этим желаниями, постели и все прочими делами. До свадьбы не-ни, буду как турчанка. Откуда вы знаете, как они себя здесь живут, что они до свадьбы не-ни и все прочее? Ну что за бред вообще-то? Это и есть стереотипы, по которым вы живете. И вы неестественно в отношениях, вы поддаетесь стереотипам и боитесь оступиться. Боитесь что-то сделать неверный какой-то шаг, а то бы вас отвергнут. В общем, вы нереально становитесь в отношениях, не такие какие есть на самом деле. Вас должны принимать такими, какие вы есть, а не стараться по каким-то стереотипам жить. Это вот первое, что у меня такое наболевшая история. По поводу турок. У них в менталитете, я не устала повторять, есть определенные нормы, рамки поведения. Да, к ним приходили какие-то друзья, знакомые домой. И что? Друзья и знакомые, соседи или еще кто-то. Ну и что, что вы там были? У вас Ваня и Петя привезут соседи, с Олей попросят или чай попить, то же самое. Ну и что? Ну скажут, была девушка. Где они скажут, вот вас представят, допустим, это девушка нашего сына. Была да сплыла. Но они при этом скажут, она приехала из другой страны. То есть они подчеркнут тем, что она еще вернется. То есть это не на постоянную. Если вас скажут, это наша невестка, вот это другое будет представление. Если они скажут, что это наша сноха, а у них вот такого-то числа там свадьба, вот вам представление, как невестке, когда все по-серьезному, чтобы вы уж понимали, да? Когда какие-то там обязательства временные существуют, и конкретно вас, если представляют не девушкой, могут сказать подруга, знакомая, даже или любимая, возлюбленная, могут сказать, или там жизнь моя, или что-то такое. Это просто слова. А если скажут, моя невеста, это уже посерьезнее. Скажут, моя будущая жена, это уже вот, вот эти слова имеют значение. Кому вам, чего, кого вы показали, девочки еще цепляются за то, что меня показывали всем кузинам, кузенам, там, братьям, их родителям даже. Ну и что, что вам, вы не одна. Это кузины и кузены, двоюродные братья, тети, там, например, дяди. Они будут хранить тайну, что они вас видели, и там другим родственникам не скажут, вот и все. Показательно, когда вас называют невестой, ингей, либо уже там будущей женой, и вас вводят на семейные мероприятия. Дни рождения, какие-нибудь там 40 дней малыша после родов, там, не знаю, сюнет какой-нибудь, там, помолвки, свадьбы, и все такое прочее. Дни рождения не в счет, они многие тут не отмечают их, и к ним относятся очень поверхностно. То есть таких прям вечеринок, дни рождения семейных редко бывает у кого. Вот. Когда вас с вами приходят и говорят, вас там называют, это моя важная там невестка, моя жена, вот это серьезно. А все остальное ерунда. Кто-то там, три человека пришли в дом, его родители вас посмотрели, чай попили, ну и что, в следующий раз пришли, вас уже нет. Сказать, да, она домой в Москву вернулась. Все. Ну, была-была, уехала, сплыла, и забыли, все. Им вообще нам плевать, они чужие люди. Просто знакомые какие-то. Причем парень молодой, у него девушки могут быть, это нормально. Вот я объяснила, да, не обязательно должны быть только с невестами, там знакомят, остаются родители. Сын гуляет. Пусть он лучше приведет дома, а с ним будет у них дома спать, чем где-то, не пойми, где снимать отель, платить за это деньги тратиться. А тут дома под присмотром все в порядке. Сегодня вы были, через пару месяцев другая будет, вот он другую привел. По поводу вот мамы, вот очень показательный конфликт с мамой, которому особо не придали значения, типа из-за ерунды, из-за контейнера. На самом деле, да, не из-за контейнера, вся эта история была. Ее истерики, плач и обвинение сына, вот их конфликт вышел. На тебя ни в чем нельзя положиться, это пора контролировать его нужно, это ее задача. И ты должен был этот несчастный контейнер забрать, да? И сын заплакал, значит, у него с детства эта долбежка от матери идет, у них вот эти проблемы, что она ему не доверяют родители, они его контролируют. Вот вам показатель того, что вы были у них дома. Они контролируют, с кем он спит, что он делает, что он ест. Это не то, что там именно маминкин сынок, но я не знаю. Так они его воспитали, может и маминкин сынок, я не в курсе. Соответственно, вывод у меня на процессе, что они искали для него невестку, жду будущие серьезные отношения с женщиной, которые не могут его передать, которая будет о нем заботиться, ходить, лелеять, которая будет его контролировать с этим долбаным контейнером в конце концов. А вы с контейнером его не проконтролировали, вы показатель главной этой задачи, вы с ней не справились, вы не та женщина, по мнению папы и мамы, которые должны быть рядом с его сыном. Так что это главный показатель того, что вы, скажем так, к их дому не пришлись, не та женщина, которую они видят со своим сыном. И потом, что он, вы даже подчеркнули, он нашел себе турчанку и постарше. Постарше, значит, она его может контролировать, у нее такой же менталитет, она более надежный человек, такой же предсказуемый, как он в чем-то, в силу менталитета. Вы были опасны, вы иностранка, непредсказуемая, вдруг вы станете, уедете к себе домой, все прочее. Ну, в силах конфликтов когда-то он, видимо, трудный парень, и они знали, что чем-то может закончиться. Вы для него были просто... Для его родителей были неудобная партия. А так как он делает все, как сказали родители, он к ним прислушивается, вот он к вам и охладел. Просто в этой ситуации все очень просто. Не надо думать, а почему турчанку-то простит? Вам эго ваше задето, вас кинули, вам неприятно. Предательство произошло. Да, смиритесь с этим, а что сделаешь? Это опыт такой. Но вы знаете, главное, что в этой ситуации вы не увидели, может быть, вам вот эта ситуация показывает, что это маменькин сынок, а зачем он вам такой нужен был? До вас просто отвело, радуйтесь тому, что это закончилось. Потом бы вы начали, если даже свадьба была, и жить вместе. И что? Вам бы из рук в руки передали вот этого сыночка, над которым вы должны трястись, потом вы родите своих детей, он вам не помочь, не заработать, ни черта бы от него не было. Он бы был, скорее всего, его все родители ему помогают, либо в вашу жизнь бы лезли его родители, все контролировали, вас бы носом втыкали, вас бы учили, как жить, что делать, как за ним надо смотреть. В общем, это большой ребенок, который бы сел на ваши плечи, да плюс еще родня и его папа с мамой над вами. И вам это вообще зачем нужно взрослой женщине свободной? Я не понимаю. Так что вас просто отвело от этих отношений, вообще радуйтесь, что оно закончилось. А то, что там турчанка простит, это не ваше дело. Это их отношения, это был ее выбор. С Хрисиона не знает о вашем наличии, не знала, короче говоря, то, что вы там потом поговорили. Ну, и окей, было и было. Что такого? Ну, была у него девушка. Что дальше? Ну, закончились отношения. Ну, по сути так-то, да, в чем-то там он к вам охладел и начал с ней отношения. Да, он не расставил точки над... Как маминкин сынок, который боится ответственности, инфантильный человек, он боялся прервать эти отношения. Да, он ее поэтому обманул, поехал с вами разрывать отношения с какой-то точки зрения. В Москву вот эта вот встреча у вас была. Ну, и что? Ей приемлемо, окей. Это ее выбор, это ее жизнь, этой турчанки. Это не ваше вообще дело, не надо туда лезть. И вот это просто часть такого самопоедания. Чем я хуже, чем она? И вы пытаетесь это вот... Вам просто больно от этого расставания. Самого вот этого свершившегося факта. Ну, куда денешься? Ну, так получилось. Но никогда, я опять же говорю, не вот эти стереотипы. Быстро позвала меня к себе, познакомилась с родителями. Ну, и что? Это вообще не показатель. Вот вам эта история. Девочки, кто так думает и на это ведется, на это акцентирует внимание? Надо на человека смотреть. А не только там на его родителей, как они быстро познакомились. Что-то вам шею сняли, подарили. Ну, блин, вот шею сняла, на украшение подарила. Какой молодец, внимательный знак. Да, от мамы был знак расположения. А когда она плакала и орала на вас из-за вот этого контейнера, вот, блин, показатель. Меня бы вот это заделось тоже за какой-то фигней. Какие она слова говорила, которые вы запомнили. На тебя нельзя положиться. А ты виновата в том, что ты его не проконтролировала. Какой-то долбанный контейнер. Господи. Может быть, это еще и показывает ее как мелочного человека, который очень жадный по жизни. И вот, ну, естественно, дело-то не в контейнере там было. Но все равно это тоже какая-то капелька вот этого была ее нервозности, истерии какой-то. Это вообще семья потемки. Если они так могут выставлять, ну, вот с вами знакомятся, быть такими двуличными, радуйтесь, что вас оттуда вообще отвело. Это не ваша история. Вот так что. Что думаете по этому поводу, девчонки, у кого были такие истории, пишите комментарии. Так что не расстраивайтесь, девушка. Все, у вас будет в порядке. Главные уроки выведите из этого и все. Вот так что скоро увидимся. Всем пока.